Я благодарен, что вы нашли время для общения сегодня об этом проекте. На слайдах я сейчас расскажу о том, что уже сделано для того, чтобы ввести вас в курс дела. Эту работу проделали наши ребята, наша команда, которая занимается земельным направлением, направлением жилья. То есть получение земли не есть конечная цель. Кто знает о наших программах, есть более важная цель, что дальше с этой землей делать, для того, чтобы строить новый дом, строить новое жилье для нас с вами. Возможно, большинство из вас слышали о нашем проекте «Абрамовка», который является таким пилотом, наиболее успешным, ярким примером того, как переселенцы могут организоваться, объединиться с той единственной целью, чтобы добиться своего законного конституционного права о выделении земельных участков. В проекте «Абрамовка» на сегодняшний момент 440 семей. 440 семей, это полторы тысячи человек, которые получают сейчас в процессе получения каждый до 12 соток земли под садивничество, на которых потом будет строиться индивидуальное жилье для участников этой программы. Но сегодня мы полностью говорим о другом проекте, проекте, который стартанул благодаря инициативе самих переселенцев в городе Буча. Кто-то из Бучи есть, кто живет уже в Буче. Значит, вам не надо рассказывать, насколько это комфортный, привлекательный город, в котором хотелось бы действительно жить. И, слава богу, у нас есть определенные на это ожидания и предпосылки сегодня говорить о такой возможности. 6 июня была проведена, на мой взгляд, ключевая такая встреча с руководством представителями городского совета города Буча, в которой приняли участие вышеописанные люди, с которыми мы проговорили уже более конкретно и четко интересы их стороны, как людей, которые готовы предоставить землю для переселенцев, так и интересы нашей страны, какие у нас, как у переселенцев, как у общественной организации «Крымская диаспора», которая в этом процессе проявляет активность и инициативу, есть ожидания. До этого, ни для кого не секрет, понятное дело, была проделана большая работа, подготовительная, предварительная инициативная группа договаривалась, встречалась, проводила промежуточные консультации, общения на предмет того, что мы с вами можем сделать в Буче. И в Буче речь идет о строительстве малоэтажек, многоквартирных домов. Там есть четкое намерение строить жилье и давать возможность нам с вами построить квартиры, то есть не частные дома, не таунхаусы, чтобы вы тоже это сразу понимали. И различные были на самом деле там месседжи с их стороны до, но на этой встрече было уже четко проговорено, их ключевой интерес, чтобы мы построили там не только жилье для себя, а еще и в первую очередь помогли им решить такую, восполнили социальную нагрузку, которая у них есть и которую они хотели бы обеспечить. Это квартиры и жилье для ветеранов АТО. Поэтому определенный процент квартир, у них есть интерес, чтобы был предоставлен ветеранам АТО на безоплатной основе. Какой это процент мы в процессе обсуждения, потому что это зависит все-таки от пока что невозможности городского бюджета Буче участвовать в этом проекте, но мне кажется, я в этом даже уверен, что когда мы ввязываемся в эту драку, появится ресурс на то, чтобы тоже поучаствовать в этом проекте. Чуть позже вы поймете, какие к этому есть предпосылки. Итак, 6 июня состоялась встреча, в которой я имел честь лично принимать участие, для того, чтобы проговорить четко интересы и ожидания. Мы говорили с ними о том, что участок 2-3 гектара, который мы предварительно обсуждали, было бы интересно нам взять для строительства жилья для переселенцев, найдется в Буче. Соответственно, еще распоряжение очень оперативно, что меня порадовало. Глава сельрады дал сразу своим сотрудникам и уже к вечеру, что мне кажется даже таким невозможным, но с нами связались соответствующие представители исполкома и дали информацию по трем вариантам участков. Вот они есть на следующем слайде. Нам были предложены от полутора примерно до трех гектар три различных участка земли. Понятное дело, следующим шагом вполне логичным было с нашей стороны ознакомиться с этими самими участками, посмотреть на них, что они из себя представляют. Это три участка, которые находятся в коммунальной собственности. Соответственно, МИСКА РАДА распоряжается полностью этой землей и им решать, кому ее выделять под дальнейшее строительство. Наша команда смотрела эти земельные участки и они в принципе, могу сказать от себя, все достойны нашего внимания. И в перспективе можно было бы заняться, наверное, всеми тремя земельными участками. Но если выбирать, то приоритет отдали участку Буча Захидна, можно следующий слайд. Тот земельный участок, который находится на самом деле там в пяти минутах от МИСКА РАДА, то есть от центра города. Там на сегодняшний момент построен рядом известный объект, там и эко-маркет, там и новая линия. Это большой такой комплекс, где есть эти действующие уже магазины, супермаркеты, фирмы. И за ним находится территория, как-то так совпало с Абрамовкой, в 55 гектар, которую они планируют застраивать. И на самом деле уже разработан детальный план. И вот так сложилось, что вот площадью 2,5 гектара у них там есть земельный участок, который в этой концепции они готовы предоставить нам в случае, если мы договариваемся и двигаемся дальше. Значит, 2,5 гектара земли, которые позволили бы нам обеспечить квартирами порядка 400 семей. Проект, примерно мы думаем, ну как бы про вход в этот проект, 400 семей переселенцев, которые изъявят желание строиться и думать о квартирах в Буче. Очень важно, это буквально один слайд относительно, чтобы не занимать время, энергоэффективности, потому что приоритет привлечения донорского ресурса остается. И мы с вами рассчитываем на то, что мы максимально, вот сколько мы потратим энергии, сил и насколько мы с вами сплоченно поработаем, будет привлечено, соответственно, столько ресурса от донорских международных организаций нам в помощь. И один из критериев, который повышает наши шансы на внимание доноров к этой застройке, будущему проекту, это все-таки энергоэффективность. Ни для кого не секрет, как бы, да, европейские доноры, фонды при таких инфраструктурных проектах часто выставляют это как must-have, там, обязательное к тому, чтобы оно было. И, ну, безусловно, в приоритете те проекты, которые это учитывают. Поэтому мы в нашем проекте «Буча» также на это рассчитываем. Следующий слайд. Те партнерские организации буквально в качестве примера только парочку, с которыми мы уже работаем и сперпортируем, а с некоторыми уже два года как, вот, на предмет той поддержки, которую они могут оказать. Вот, ну, кто не знает, существует национальный шелтер-кластер Ukraine, да, это кластер, который объединяет международные организации, которые работают в сфере обеспечения жильем, временным, постоянным. Вот, ну, до нашего участия они практически не задумывались о программах постоянного жилья. Жилья, слава богу, мы приходим к этому, потому что, вы же знаете, наших политиков, они все время говорят о том, что мы здесь временно, мы здесь ненадолго, соответственно, нам жилье не нужно, мы все скоро сядем опять на чемоданы и переедем обратно. Но последний социологический опрос, в котором, наверное, многие участвовали здесь присутствующие, две с половиной тысячи человек приняло участие в вопросе, который мы проводили совместно с Государственным фондом молодежного строительства, по всей Украине ответили, что 78% переселенцев не планируют своего возвращения в ближайшие пять лет на оккупированные территории. Для нас это важный аргумент статистический в цифрах, потому что он дает основания, ну, как бы, да, оперируя цифрами, говорить, что 78% людей приняли решение интегрироваться, адаптироваться на новом месте, а значит нуждаются в постоянном жилье, и над этим надо серьезно задуматься и привлекать ресурс. С этими организациями мы ведем переговоры, здесь тоже не указан коммерческий отдел еще канадского посольства, который также проявляет инициативу. Ну, наверное, самый привлекательный слайд это следующий. Для меня было, ну, вот, приятным, как бы, открытием, что существует уже на этой территории в 50 с лишним гектар план, детальный план за Будову. Он должен был быть, вот, в этот период времени как раз согласован, утвержден городским советом. Вот это, видите, большой объект в начале, да, внизу, это вот тот супермаркет, модуль, да, спасибо. Тот модуль, так называется этот объект, в котором находится эко-маркет, да, и новая линия, правильно? Вот, и вот за ним сейчас пустырь. Вот эта часть, она еле видно красным выделена. Это те самые 2,5 гектара земли, за исключением, ну, вот, садика. Видите, там маленькое пятно в верхнем правом углу, да? Это место выделено под детский садик. То есть, обратите внимание, что это будет целый жилой комплекс. Там есть и спортплощадка, и бассейн, и еще школа, и есть еще один садик по другую сторону. Огромное количество жилых домов, которые будут там строиться. И один из секторов, вот, 2,5 гектара, выделяется под нас. Если ориентироваться на этот детальный план, то там стоит 2 9-этажки, 2 10-этажки, и вот в центре, в нижнем левом углу нашего объекта, это 5-этажные комплексы. Это вот то, что есть на сейчас, да? То видение, которое разработалось уже в самой Буче, и есть готовность эту землю отдать. Там есть нюанс с тем, что эта земля была передана по договору, ну, предоставлена застройщику еще в 2008 году. Но так как более чем 2 года она не возделывалась, ничего с ней не происходило, то они имеют полномочия разорвать этот договор, вот, и предоставить нам для дальнейшего строительства. Опять-таки при условии, если мы договариваемся. Это та работа, которая проделана на сейчас, да? Это те достижения, которые есть на сейчас. По опыту наших предыдущих проектов мы не делаем преждевременных собраний, мы не делаем преждевременных встреч и вот так вот массово не собираем до тех пор, пока мы не понимаем все-таки землю, на которой мы будем осуществлять этот проект. Сейчас есть четкое понимание, не высосанные из пальца, да, не какие-то мифические там 3 гектара земли. Вот, есть вот этот участок с детальным планом, и есть еще два других участка как альтернативные, да, запасные варианты, в которых мы можем с вами двигаться. Поэтому сейчас мы перешли на этап, когда есть понимание конкретных земельных участков, а кто те люди, которые войдут в эту историю, длительную историю, безусловно. Никто не говорит, что это будет вот так. Никто не говорит, что здесь будет халява. Однозначно здесь никакой халявы не будет и быть не может. Здесь речь идет о том, что мы, как громада, как сообщество, имеем возможность построить самостоятельно, в первую очередь, акцентируя на этом внимание, самостоятельно это жилье. Но все наши усилия, которые принесут плоды по привлечению дополнительной спонсорской, донорской, будь я кое-иншую допомогу, помогут нам снять финансовую нагрузку с каждого из нас. Как минимум, возможно, многие знают об этой программе, она была еще в 2014 году реализована у ВКБ ООН, в районе 5 тысяч долларов на улучшение жилищных условий мы можем уже претендовать, когда мы говорим, мы построили жилье, но нам нужен ремонт. Вот они, наши стены, у нас нет денег на ремонт. Дайте нам... Ну и вот такая разовая помощь в объеме 5 тысяч долларов на каждую семью, конкретно на то, чтобы мы сделали ремонт. Это то, на что мы уже, как минимум, можем рассчитывать. И как минимум мы можем рассчитывать на свои силы, потому что мы не будем двигаться, как коммерческая организация, мы строим своими силами. А, соответственно, каждый квадратный метр будет в среднем, по нашим подсчетам, от 40 до 60 процентов дешевле, нежели коммерческая недвижимость, которая просто продается и есть возможность купить. Некоторые подумали, там, а какой смысл строиться, если я могу поучаствовать вот так же в любом другом жилищно-строительном кооперативе и уже, как бы, участвовать в долевом строительстве. Это будет дешевле примерно на 40-60 процентов, потому что без коммерческого интереса. Есть реальное намерение строиться самостоятельно, реализовать этот проект, привлечь донорские ресурсы. Опять-таки, донорская помощь приходит тогда, когда есть что-то. Когда мы говорим о том, что мы в процессе получения земли, мы еще в процессе получения земли. Когда мы говорим о том, что у нас есть земля в Абрамовке, вот они, 440 переселенцев, семей, собственники этой земли, давайте помогать, тогда идет более предметный разговор. До тех пор, пока нет собственности. Здесь, в данном конкретном случае, мы предлагаем первый этап. Это меморандум. Меморандум подготовлен уже юристами. Меморандум мы отдали в МИСКУ Раду для ознакомления, вычитывания с юристами их, для того, чтобы в ближайшее время подписать этот меморандум между руководством Буччи и Крымской диаспоры, для того, чтобы подкрепить документально наше намерение строить. Наше намерение на этой земле реализовать проект. Следующим этапом будет конкретно вопрос относительно, будет ли это отдельная организация, там, жилищно-строительный кооператив, который мы с вами создадим, который получает на баланс, там, или по договору, да, по договору он получает эту землю, на которой мы приступаем к строительству, реализации запланированного проекта. Рассказываю я вам откровенно, открыто, честно, ровно столько, сколько мы имеем на сегодняшний момент. Как показывает опыт наших других проектов, у нас есть все шансы на его воплощение, на его реализацию. Если мы с вами не мобилизируемся, если мы с вами в это не ввяжемся, не вступимся, не будем за это бороться, а побороться тоже придется. Я не рассказываю здесь сказок, все знают прекрасно, какая история, там, с Бучей, с Ирпенем относительно, там, коррупции, прокуратуры, там, службы обеспеки и так далее. Мы с этим всем имеем возможность разобраться. У нас не будет коррупционной составляющей, у нас не будет откатной составляющей. Принципиально, что существенно, ну, те, кто сталкивался с застройками, понимают, что это существенно удешевляет процесс строительства. По закону даже, да, любой застройщик 4% должен отдать, ну, как бы, под социальные нужды громады. Мы речь ведем о том, что, скорее всего, порядка 10% квартир мы будем готовы отдать под атошников Бучи, которые защищают нашу страну на фронте. Эта нагрузка ляжет либо на нас с вами, вот, либо на доноров, которых мы привлечем, либо на нашу способность договариваться и все-таки вовлекать в данные пропорции ресурс местной громады, чтобы в этом строящемся объекте все-таки была восполнена эта, ну, как бы, часть. Мы находимся в переговорном процессе. Сдавать позиции, ну, как бы, как изначально там речь шла о том, что 30% квартир, что не является вообще, как бы, да, там, приемлемым, вот, такого не будет. Ну, не скрою, что сама идея того, что переселенцы, как уязвимая категория, строят атошникам, в том числе, как бы, там, какой-то процент квартир, она мне тоже, откровенно, не очень-то нравится. Но я думаю, что мы, как сообщество, как группа людей, нас немало, мы способны привлечь тот ресурс, который поможет нам это воплотить в жизнь. Хотя бы временные рамки, 2, 3, 5 метода. Это первый момент. Второй момент. Не задавались ли вы таким вопросом, что сейчас многие фонды, ну, собственно, и иностранные, готовы давать деньги на восстановление Донбасса, да? Ну, и, собственно, тех... А громкие можно? Восстановление Донбасса и тех территорий, которые, собственно, уже там где-то частично освободили, но они разрушены, да? А не хотят ли, допустим, или понять вопрос, что же самое, написать петицию, если у нас будет большое количество людей, подписать петицию президенту, чтобы те фонды иностранные не вкладывали деньги в то, непонятное жилье, да, и на освобожденных ли территориях будут ли они освобождены или нет, восстанавливаться, чтобы эти деньги действительно были пущены уже как раз на восстановление этого, ну, настройку этого жилья для этих людей. Ну, и примеры, хотя бы временные рамки. Я думаю, что где-то там в Донецкой области сейчас сидят переселенцы и думают о том, как круто в Киеве. У них там и работа, у них там все доноры на месте, и министерство, и как круто в Киеве живется, у них там больше шансов. И давайте сделаем петицию, чтобы Киеву ничего не досталось у них, и так все хорошо, а досталось нам. Вот я бы, ну, честно, я бы не боролся против своих же, которые просто живут в другой области. Я бы боролся за нас, вот за тех людей, которые есть здесь и сейчас. Вот я бы отстаивал в конструктивной беседе, в диалоге, в дебатах, если надо. Приходил, махал флагами, пикетировал ООНовские все организации, добиваясь того, чтобы они обратили внимание на нас. Зная ситуацию, как бы, ну, мы же не первый год как бы работаем, мы знаем ситуацию, которая сложилась с международными организациями. Мы знаем, что нам сослужили дурную службу, когда УВКБ ООН взяло и обозначило пять приоритетных областей, в которых проживает наибольшее число переселенцев. Донецкая, Луганская освобожденные территории, Харьковская, Днепропетровская и Запорожская. Вот они, пять приоритетных областей. Чтобы вы не строили себе иллюзии, нам сослужили такую службу. Ничего, что каждый десятый переселенец живет в Киеве и Киевской области. Каждый десятый. Но вот эта приоритизация, поверьте, еще обиднее людям, которые и в Черновцах, и во Львове, и в Одессе, и в других городах сегодня находятся. И это неправильная абсолютно постановка вопроса. Я считаю, что если громада добилась какого-то, если мы как сообщество добились какого-то результата, получили какую-то землю, государство, город, как-то в этом поучаствовал, то мы вольны идти и добиваться того, чтобы они в этом тоже поучаствовали. Но не тогда, когда есть просто пять областей, в которые мы зарывать будем миллионы, а то и миллиарды, потому что нам нужна витрина и тому подобное. И, честно говоря, у нас есть эти шансы. Уже есть это понимание у многих международных организаций, что Киев почему-то выпал из поля зрения, и что не все так хорошо. Честно, тут как бы еще шриба гниет с головы. Товарищ Кличко, когда к нему пришли международные организации полтора года назад и сказали, мы готовы, ваш регион как бы. Что сделал Коломойский в Днепропетровске? Он сказал, welcome, зеленый свет, добро пожаловать в Днепропетровскую область с вашими всеми деньгами и проектами. А Кличко сказал, не надо, переселенцы здесь временно, они здесь ненадолго, и даже если надолго, то чуть-чуть поживут и уедут в любую другую область. Это был четкий месседж, к сожалению. К сожалению. Поэтому мы от него тоже страдаем, потому что доноры не будут работать в том регионе, в котором власть местная сказала, нам не надо. Относительно сроков и цифр. Ну вот, поднимите руки, кто здесь из проекта Абрамовка. Есть люди, которые знают, как мы двигаемся в проекте Абрамовки. Стоимость квартиры в Буче. Я понимаю, что квадратный метр в Буче от 8 до 14 тысяч. Если это старые цены, по старому курсу, то подешевле есть возможность приобрести. У кого есть возможность? Welcome. Я думаю, что очень многие уже, и наши друзья в том числе, уже приобрели себе недвижимость за эти деньги, потому что могли себе это позволить. Те, кто не смогли себе это позволить, задумываются о том, как это сделать. Я еще раз говорю. У нас не будет. Мы не будем платить, покупать эту землю. Мы не будем платить откатов. И мы не будем зарабатывать, как коммерческая организация, застройщик, который это делает. Мы с вами строим. Я переселенец, вы переселенец. Мы сами строим. Но какая-то цифра... Ну, я могу только сказать, что это будет дешевле. Вот это понятно, мне кажется, что мы не делаем из этого бизнес. Мы не коммерческая организация. Мы строим для себя сами. И про коррупционные все составляющие я тоже вам озвучил. Сколько это будет стоить? Ну, как бы... Я бы очень хотел, чтобы у вас, так же, как и в Абрамовке, появились эксперты, которые сядут, посчитают и поймут, сколько это стоит. На сегодняшний момент мы вступаем в конкретику относительно «дайте нам этот участок земли». И конкретику не вариант «например, вот здесь присутствующие хотят в Буче». Нет, не «например». Когда будет встреча с руководством Бучей, это должны быть люди не «например, я хочу участвовать в Буче», а иметь четкое намерение «я хочу участвовать в проекте строительства Буче». Вы говорите о том, что есть возможность удешевить на 40-60% стоимость квадратного метра, так? Скажите, готовы ли предприятия работать на таких условиях? То есть это предприятия, которые строят, возводят сооружение. Мы ведь не будем сами это делать. У нас как минимум есть возможность, чтобы ЖСК не зарабатывал. И так должно быть. То есть это дешевле. Что касается застройщиков, ну, есть предложение от них, Буче, по своим застройщикам. Это предложение существует. Я думаю, что мы должны дойти до этого этапа и вместе принимать решение относительно того, кто будет этим застройщиком и в какую историю для нас с вами финансово это вылезет. Я буду, ну, я бы откровенно говорил о том, что я за то, чтобы и застройщикам. Я знаю, какой у нас кадровый потенциал. Мы так в Абрамовке двигаемся. У нас колоссальный кадровый потенциал. Среди 400 человек найдутся и те, и другие, и третьи, которые расскажут и все организуют. И мы, ну, если это будут все-таки, ну, настоятельные, рекомендованные застройщики, которые в Буче и так двигаются, ну, я думаю, что мы дойдем до этапа, когда мы захотим увидеть их коммерческое предложение и понимать, сколько нам это обойдется. Все правильно. Ну, как бы, вот, ну, как бы здесь озвучили про отдел продаж. Да, вот. Ну, отдел продаж нам нужен, если мы строим сами. Отдел продаж, что получает маленькие комиссионные за то, как он организовывает процесс продажи и сколько денег ЖСК, который закручивает эту историю, тратит на рекламу, чтобы продать потом эти квартиры. Нам эта история нужна? Нам эта история не нужна. У нас априори есть люди, которые в этом проекте участвуют. Есть какая-то предвидительная смертная стоимость объекта? Ну, я думаю, что вы слишком, как бы, забегаете вперед, да. Я могу вам сказать, как бы, от 300 до 500 миллионов, как бы, стоимость этого проекта. Есть ли вот в таком виде? Вот есть ли в таком виде, который, как бы, ну, это детальный план, который, еще раз повторюсь, на сессии должен быть, еще утвержден, вот. И это детальный план, который подразумевает, что он может быть еще изменен. Это детальный план конкретно под эту землю. Под два других участка детальных планов нет. Мы, если можем строить, пока пока что есть, нет? Ну, предполагается, что он будет вот так вот построен. Предполагается. Ну, я был бы очень рад, и, поверьте, ну, идя сюда, я понимаю, что вы бы хотели, как бы, узнать дату, когда приходить за ключами от квартиры. Ну, отвечая и про сроки, и про стоимость, как бы, ну, вот поймите, ну, ключевое – это, ну, доверие, да. Мы, ну, если кого-то гложет сомнение, вы просто не участвуете в этом проекте. Ну, как бы, мы тоже не будем тратить энергию, да, ну, как бы, на людей, которые сомневаются. Люди, ну, вот поэтапно, да, вот есть начало, старт, мы сейчас находимся на этом этапе. Есть условия, куда мы двигаемся дальше, да, и какие наши дальнейшие действия. И все поэтапно. Вот так же было, как бы, и с Абрамовкой, да. Какие-то люди зашли на первом этапе, какие-то люди отвалились, пришли на их место новые люди. Ну, это життя. Тем более, когда мы говорим о больших проектах, а это большие проекты, извините. Да, сейчас здесь рука была. Есть какие-то наработки по квадратуре, выделяемых на семью, в зависимости от составляющей, там, 4-5 человек, или от возможности оплаты у людей? Еще раз. Я ничего не выделяю. И Буча ничего не выделяет. Я не то, что не знаю. Я считаю, что, ну, кто, еще раз, как в Абрамовке, да, у нас формируются десятки, там, или двадцатки. У нас есть старосты, да. Они приходят, они вами делегированы, они активны, они заседают на собраниях, они обсуждают, они вырисовывают какое-то видение. Мы к ним прислушиваемся. То, в чем мы можем прислушаться, мы это делаем. То, в чем, как бы, мы не можем прислушиваться, мы, ну, двигаемся по тому сценарию, по которому у нас есть обязательства. Вот. Ну, да. Но есть, как бы, важный момент относительно программ кредитования ипотеки, над которыми мы работаем совместно с молодежным фондом, государственным фондом молодежного строительства. Сразу снимаются все вопросы. Я вижу вашу руку. Вот. Сразу снимаются все вопросы относительно возраста. То есть, когда эта программа будет запускаться, возрастные ограничения будут сняты. То есть, чтобы вы понимали, что этот фонд выступает просто как, ну, финансовая организация государственная, которая умеет это администрировать, воплощать эти проекты в жизнь. И там не будет, типа, если переселенцу до 35, тогда он сможет претендовать. Если нет, то есть в планах отменить, ну, для переселенцев этот критерий. Это первое. И второе, отменить бумажную волокиту, которая для нас является неприемлемой. Когда мы говорим о том, что человек должен стоять, например, на квартирном учете. На каком квартирном учете вы будете стоять здесь, в Киеве, там, или в Киевской области? Ни на каком. Ну, как бы, вы не можете стоять на нем. Соответственно, это ограничение также, ну, как бы, которое препятствует человеку получение, там, ипотеки или кредита, оно удаляется, ликвидируется, и оно не присутствует. Кто не знает, они сегодня дают кредиты под 17%. В планах было обсуждалось, что есть законопроект, который в Верховной Раде, что для переселенцев будет возможность получить 10%. Тот национальный опрос, который мы провели, показал, что у людей есть готовность кредитных возможностей взять кредит под жилье в районе 5%. И этот вариант возможен. Чтобы вы понимали, общественная организация более миллиона, как бы, долларов, евро, ну, как бы, шансов получить практически не имеет. Все суммы, которые выше этого, а в наши проекты нужны выше суммы, они должны происходить только при участии каких-то государственных организаций, органов местного самоправления, там, администрации и так далее. Поэтому вот этот государственный фонд, и сейчас в конце года планируется подписание одного из, с одной из донорских организаций на хорошую сумму, не буду это озвучивать, немецкие деньги. Но они предоставляют деньги, там, под 3%, да, как это, например, делает сейчас Ащадбанк, они дают эти деньги под 5%, да, под социальные предприятия. А в нашем случае с фондом это может быть, там, 5-7%, которые переселенцы берут эти кредитные средства. Но это, ну, это более, на мой взгляд, ну, как бы, реальная система, при которой можно потянуть этот кредит и эти проценты. Дело в том, что просто, если люди сейчас вступают, непонятно, сумма, что нет, например, я вступаю, я хочу, ну, потом озвучивается сумма, например, какая-то для меня очень большая. Замы его комплименты, я должна отказаться, или как это будет? Ну, еще раз, вот я проговорил, я согласен вот с коллегой, который вот четко тоже повторил месседж, да, мы рассчитываем на самостоятельное строительство. Вот вы в перспективе, отвечая на вопрос, сколько лет, 2-5 лет готовы двигаться в этом проекте? Вот вы готовы тянуть, если это кредит, значит, это кредит, как бы, да, потому что потом, когда мы приступаем к строительству, ну, как бы, кто-то строит своими силами, ресурсом располагает и по чуть-чуть вкладывает, кто-то берет кредиты, кто-то там занимает, и мы параллельно привлекаем донорский ресурс. Вот, ну, доноры в этом поучаствуют. Вопрос в том, насколько мы их будем в это вовлекать, понимаете? Потому что, ну, если говорить, забегая вперед, там, о планах, в наших планах пока что, что мы котлован и фундамент делаем сами до тех пор, пока у нас не будет. И, ну, первый миллион у нас есть, как бы, мы в этом поучаствуем, как еще, как бы, крымская диаспора, да, в этом проекте. Мы точно в этом поучаствуем, потому что уже есть четкая, как бы, поставлена задача, там, со стороны Бучи, подтвердите свои финансовые спроможности, подтвердите, ну, что вы реально будете строить. То есть наша задача, как только мы заключаем по земле, сразу начать строительство, чтобы они там уже в ближайшее время увидели, что мы начали, и мы двигаемся. Потому что, ну, как бы, вот войти в историю, да, вот нас там 200 или 400 классных чуваков, которые нам дали землю, и мы сели и думаем, а что теперь с ней делать, как бы, нет никаких денег, как бы, ну, мы не должны допустить этой ситуации. Вот нас 400 человек планируют строить эти дома и эти квартиры. 100 человек говорит, мы строим сразу, мы можем. Еще 100 человек говорит, мы готовы за два года в рассрочку по частям строить. И еще 100 человек говорит, там, или 200, что мы готовы только на 5 лет, там, рассрочку, да, ну, как-то вот поэтапно. Что нам мешает построить в первый год, первые два года, там, первые дома, да, которые, уже на которые есть ресурс, и в последующем двигаться по мере поступления ресурса. Поэтапное строительство, да, спасибо. Ну, то есть, ну, всем понятно, как это может происходить, как бы, на практике, да, ну, то есть, вот, ну, ЖСК, да, кто смог внести сразу, тот, наверное, и дешевле ему обойдутся эти квадраты, да, он сразу там внес, и он в первых рядах получает квартиры. Ну, мы должны же, прежде чем мы перейдем к этапу, а кто люди, ну, какие из проможностей у каждого, да, мы должны увидеть, вот сейчас у нас есть 110 человек, да, мы уже можем им задать конкретный вопрос, кто готов сразу, кто готов частями на два года, кто готов частями, там, на 5 лет, кто готов на 10 лет, кто не готов вообще, да, ну, вот какие-то… Мы можем с людьми начать этот разговор, но мы знаем, что это конкретные участники нашего проекта, поэтому давайте, ну, вот, это уже, как бы, за рамкой… То есть, возможно, и первый, и второй, и третий сценарий, я не понимаю, почему мы должны их отметать. Они возможны, просто, ну, нужно, как бы, всему своё время. Я считаю, что вот вокруг нас тут столько рычагов стоит, которыми мы абсолютно не пользуемся. У нас есть грантовые поддержки, там, ООН, возрождение, ПРОООН. И огромное количество человек, которые здесь, возможно, нетрудоустроены, возможно, работают строителями, возможно, там, держат свою команду. Почему бы в рамках Крымской диаспоры не воспользоваться этими людьми, этими фондами и не создать просто отдельное своё предприятие, которое построит нашими же силами, нашими же деньгами. Одно, один застройщик, который объединит всех жителей, выделит строителей и организует на эти 400 человек. Да и аминь! То есть на конкретные шеи глядя. Давайте мы землю сейчас получим. Я не... Ну, что вы? Вы хотите вот на камеру, на канале Переселение, сбудет видео, всем смотреть потом, да? Чтобы я сказал сейчас то, за что я не отвечаю? Ну, это в компетенции нашего коллектива, группы. На сегодняшний момент 110 человек, дальше это там до 400 человек. Но в компетенции этих людей и старост, которых они делегируют, потому что они им доверяют принятие решений, да, какие-то консультации. Но это должно быть в процессе. Ну, давайте вот по этому. Значит, ну, план по срокам, да? У нас есть намерение, чтобы мы до того, как люди уйдут в отпуск, а это ещё вчера подписали меморандум и продвинулись в... Потому что мы тоже должны показать список людей реальных, живых. Мы же... Ну, у нас есть куча списков, поверьте. У нас там 50 тысяч посетителей в хабе за год. Но нести левые списки типа людей, которые могут в этом поучаствовать, гипотетически мы не будем. Мы хотим показать реально людей, которые в этом двигаются. Поэтому подписание меморандума произойдёт тогда, когда мы показываем реальных людей. Проект меморандума вы можете... Староста, да? Вы старост? Ну, я не вижу проблемы вообще старостам вучи скинуть проект меморандума, который мы отдали, да? Скинете, девочки? Вот. Они скинут в чат для вашего ознакомления как бы с проектом меморандума. И мы точно за то, чтобы вы вносили туда свои предложения, особенно если вы юрист, который делал когда-то эти подобные документы. Вносите. Ближайший план подписания меморандума и добиться выделения земли под наш проект в том или ином виде. Повторюсь, ну, как бы я сейчас не готов сказать. Это будет либо передача благодейному фонду, простер-про-силенсив, у нас есть такая организация, это будет какой-то договор между Крымской диаспорой и Бучей, ну, мисс Крадою. Или же это будет уже, ну, как бы требовать от нас создание ЖСК, ЖСК условно переселенец, переселенцы Бучи, как-то мы назовём его, да, который будет уже заключать эти договорные отношения выстраивать. Хорошо? Хорошо. 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 Продолжение следует...